Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас, как вы уже поняли, мукпанк, курочка-горель из моего любимого супермаркета Браво. Там она получается, не знаю, как они ее делают, но она бывает нереально сочная, вкусная и пропитанная внутри. То есть она не сырая внутри. Дальше у нас здесь наш шарап, помидорки, огурчики, маслины и консервированный болгарский перец. Здесь у меня соус барбекю. Вот и наш шарап, конечно же, будем макать в него тоже. И давайте приступим. Так, начинаю я всегда с крылышек, это прям моя любимая часть. Кушать буду прям руками, вот так вот, как всегда. Давненько у нас с вами не было курочки-гриль. Как вам моя помада? Вчера зашла в Браво, там, короче, в Миннесо были скидки. И, конечно же, я повелась. Решила взять себе помаду. Вроде вечером накрасилась, мне она понравилась, даже во влоге вам показала. Но сейчас мне она совершенно не нравится. У меня такой уже оттенок помады есть от Шанель. Ей, наверное, года три просто лежит. Не особо она, знаете, в применении. Одно время, когда я была на втором курсе, каждый день это просто была красная помада. Просто каждый день я обожала. Но потом, в какой-то момент, я начала понимать, что это меня очень старит. Как будто делает старше. Красная помада к чему-то обязывает. А после этого я как бы перестала практиковать это все дело. У меня для вас хорошие новости. Я сдавала анализы. Чтобы проверить свой организм. У меня все офигенно. Можно жрать дальше. Сколько угодно фастфуда и радоваться жизни. За это можно выпить. На улице потрясающая погода. Все в жизни офигенно. Я радуюсь жизни. Не знаю. Сегодня чисто буду отвечать на вопросы. Это брала интересные вопросы. Взяла телефон в руки. Жирные руки и телефон. Самое то. Анастасия Шевчук задает вопрос. Настюш, тебе огромный привет. Кстати, давайте сделаем так. Под этим видео задавайте все ваши вопросы. Я буду отвечать обязательно в следующих видео. Естественно, на самые залайканные я буду отвечать. Так что, если вам интересен вопрос, который указан внизу, то обязательно лайкните его. вопрос заключается в том, что я просто сокращу, как я отношусь к людям, которые делают татуировки. смогла ли я сделать себе татуху. Чисто физически, конечно, бы смогла, но я не хочу. Кто-то считает, что это украшение тела. На мой взгляд, на чужом теле это смотрится красиво и то временно. Со временем, как бы, татуировки выцветают, меняют даже форму. У меня у родителей нет татуировок. У брата есть. Когда брат сделал татуировку, это был просто скандал дома. Это были такие разборки. У меня просто папа был в ярости. А теперь иногда брат говорит, что он хочет сделать себе рукав. Рукав, вы знаете, это типа отсюда досюда татуха. Я просто в шоке. Я говорю, брательник, остановись. До этого я всегда слышала, что вот эти инъекции красоты и татуировки, это что-то что-то есть общего. То есть татуировки. Однажды ты делаешь себе татуху и все, ты не можешь остановиться. И вот эти уколы красоты. Это тоже как будто какая-то зависимость, если честно. Например, ты сделал себе губы, проходят, например, год. И ты понимаешь, что нет. Немножечко они там подсдулись. Надо добавить. Потом еще, еще, еще. И иногда люди переходят эту грань. Грань естественности. Я считаю, что можно делать все, что угодно, но это должно выглядеть максимально естественно. То есть люди вокруг не должны почувствовать, что ты что-то сделала. например, мне кажется, что у меня губы подсдулись. Я потом включаю свои старые видео. Я думаю, блин, у меня тогда вообще губ не было. как я жила с такими губами. То есть татуировки это что-то такое же. Ты делаешь одну, вторую, третью. Потом понимаешь, что это слишком. Курочка, конечно, сочная. Я ее вчера купила. Сегодня еще немножко запекла в духовке. Получилось еще вкуснее. Я люблю так делать. Не знаю, что за соус. Ну, прям очень вкусно. Конечно, никогда не говорю никогда. Но я все-таки думаю, что я никогда не сделаю татуировку. Не считая микроблейдинг, там, не знаю, стрелки, губы перманент. Чисто я имею в виду какие-то там рисунки. Еще прикольно, когда делают татуху с каким-то смыслом. Но когда без никакого смысла просто делают тату со своим кумиром, сегодня он твой кумир, завтра, может быть, нет. Зачем так уродовать свое тело? Будем это все выводить. Потому что с годами взгляды на жизнь меняются. Меняются принципы. И кумиры тоже меняются. Я, например, пять лет назад фанатела от одной музыки, а сейчас вообще от другой. блогеров, если честно, я смотрю на постоянке. То есть, например, я начинаю смотреть какого-то блогера, мне уже интересно, как сложится его судьба, что в жизни произойдет. Даже иногда за бывшими одноклассниками мне очень интересно наблюдать. Одна девочка была, училась вместе со мной. А сейчас, например, развилась. я по соцсетям это понимаю. Поменял там фамилию у себя в шапке профиля. Ну, в общем, просто интересно наблюдать. То же самое с блогерами. То есть, я люблю наблюдать за блогерами на протяжении всей своей жизни. Я никогда не подписываюсь просто потому, что мне понравилась какая-то картинка. Даже в инстаграме. Я подписываюсь, когда мне близка история человека. Но опять же, не знаю, это чисто мои такие фетиши. зашла к одному мукбанкеру, и там комментарии. На комментарии около 200 лайков. девушка пишет, вот, говорит, у Байдена и у Путина терки, вот бы YouTube запретили в России. Вот круто было бы. все эти блогеры пошли бы работать. Халявщики несчастные. Почему люди так агрессивно настроены? Я не понимаю. Я искренне не понимаю, честно. Вот вы смотрите телевизор, вы думаете, там никто не зарабатывает? Мы зарабатываем в разы меньше, чем телевизор, естественно. Почему Дом-2 не могут перенести на YouTube? Потому что всем надо платить зарплату, а реклама на YouTube и вообще в интернете намного дешевле стоит, чем реклама в телевизоре. Даже если у них будут такие же просмотры в YouTube, как и по телевизору, все равно они здесь будут получать в разы-разы меньше. Вот. И почему у людей такая зависть, такой гнев, я реально не понимаю. Мне это, по идее, я живу в другой стране, не будет российских блогеров, то есть не будет конкуренции такой. Сиди, снимай. То есть мне это параллельно. Я просто не понимаю людей, которые пишут такие комментарии, всю свою злость пытаются как-то выплеснуть. Мне кажется, нужно быть чуть добрее. я смотрю тебя, и ты зарабатываешь деньги. Если тебе настолько жалко, не смотри, включи телевизор, посмотри Юкубовича. Жди свою любимую передачу на протяжении всего дня, смотри рекламу по телевизору. Я была удивлена не тем, что какой-то человек написал такой комментарий, а просто столько людей лайкнули этот комментарий. То есть столько людей ненавидят блогеров из-за того, что они получают хоть какую-то зарплату с Ютуба. Снять контент это тоже деньги. И в начале это вообще очень затратно. Потому что, например, ты снимаешь, твои видео набирают тысячу, две тысячи просмотров. Я заметила, что некоторые мукбанкеры забросили свои каналы несколько девушек. Ну, вот реально, если видео набирают, не знаю, три тысячи, пять тысяч просмотров. Ладно, не буду греха таить. Конечно, мои видео, они окупаются. Окупаются с лихвой. я зарабатываю со своих видео. Но есть такие блогеры, у которых по тысячам, по две тысячи, да даже по пять тысяч просмотров. Им это ничего не окупается. лихая. У меня такое ощущение, что у меня лицо грязное. Или у меня экран камеры грязный. вкусно очень. Очень вкусно. Я обожаю курицу гриль. Вообще, не только гриль, я просто очень люблю курицу. Даже долму из листьев винограда я люблю именно из курицы. Просто нереально вкусно получается. Надо, кстати, сегодня заснять обязательно. как же без этого? Вчера до трех часов ночи я монтировала мамины видео. Хотя, например, у мамы тоже просмотры не особо. Учитывая, что это короткие ролики, от них приходит естественно очень мало денег. Но при этом на протяжении длительного периода я постоянно снимаю, монтирую, выкладываю. Там тоже немало роликов около трехсот. Просто мне кажется, круто посмотреть мукбанг. Например, тебе понравилось блюдо, интересно, как оно готовится, из чего оно готовится. в инфобоксе всегда есть ссылка. Если не успела смонтировать, я потом выкладываю в сообщество. Наш шарап даже не попробовал. Это новый любимый соус. Обожаю. Настолько вкусный. Если вы никогда не пробовали наш шарап, обязательно попробуйте. Я уверена, что вы просто подсядете. Если любите такой, знаете, кисло-сладкий соус Макдональдс, это вам стопудово понравится наш шарап. Кто попробовал, пишите в комментариях, как вам. Потому что одна из моих подписчиц чисто случайно увидела коммент, она написала, что что не понравился. Прикиньте, купила по-моему совету и не понравился. Как просто наш шарап может не понравиться. В голове просто не укладывается. хворю наш шарап о самом соус барбекю. Просто его здесь останется, чтобы не выбрасывать. Я так была увлечена разговором, что совсем забыла. я поела, наелась. На этом все. Если вы еще кушаете, то вам приятного аппетита. Обязательно ставьте лайки, если вам не сложно, то подпишитесь. Всех люблю, целую. Пока! Пока!